В столице Грузии открылся необычный центр естествознания. С помощью игры детей учат основам ботаники, зоологии и экологии. Рассказывают о жизни великих ученых. Во дворе этой школы ставят химические эксперименты. Мариам Балквадзе знает подробности. В этой маленькой комнате исчезает и время, и пространство. Здесь дети начинают самое сказочное путешествие в космос. В течение часа они изучают солнечную систему, астероиды, кометы и маленькие планеты. Одна из звезд – это Солнце. Их еще много-много раз. Субботняя школа – самая необычная. Здесь во время занятий нет правил. Можно лежать, танцевать и даже кричать. И параллельно осваивать базовые принципы экологии. Идея создания эко-дома принадлежит двум подругам Инги и Кате. Обе по профессии – биологи. Давно мечтали открыть учебный центр и передать детям свою любовь к природе. Я читала книги Алиса, Кира Булычева и так далее. Я хотела быть биологом, который летает в космос, изучает животных, как это делала Алиса. И вообще, чтобы у меня было такое пространство, где я могла бы что-то творить, что-то изучать. Но, к сожалению, такого пространства в моем детстве у меня не было. И, наверное, каждый взрослый, когда он что-то делает, пытается восполнить то, чего ему не хватало в детстве. В центре полная демократия. Если ребята хотят рисовать, им выдают бумаги и карандаши. А если нет желания слушать теоретическую лекцию, учителя охотно рассказывают им захватывающие истории известных астрономов и биологов. Что такое, по сути, экология? Экология – это взаимосвязь всех организмов. Ребенок – это тот же организм, и его нельзя отделять как-то от природы и как-то воспринимать отдельно от этого всего. Поэтому мы решили дать вот эти знания детям, чтобы они раскрылись. Чтобы развить любовь к флоре и фауне, дети получают задания, в том числе домашние. Например, самим посадить разные семена. Когда я пришел на первый урок, нам было задано задание посадить растения. И ты посадил? Да, у меня там росток. Два растения, одно нужно ругать, а второе нужно говорить про нее, ей хорошие слова. Пока растение, которое я хвалил, росток уже вырос, а у того, которое я ругал, не вырос росток. Вторая часть занятия проходит во дворе. Здесь живут куры, утки и кролики. Самое зрелищное во время необычных уроков – химические эксперименты. Пока дети веселятся в саду, родители в специально отделенной комнате за чашкой кофе делятся впечатлениями. Нам друзья посоветовали приехать сюда, потому что здесь помогают ребенку развить свои личные качества. И мы вот сегодня первый раз, и ребенок выходил, очень ему нравится. Пока уроки в первой школе-экодуме в Грузии проводят лишь раз в неделю. Поскольку цена на участие низкая, всего 8 долларов за урок, интерес родителей к этой программе огромный. Поэтому авторы идеи планируют добавить векционные дни. Мария Булкат, Золодобина Швили, специально для программы «Стартап». Золодобина Швили, специально для программы «Стартап».